Добрый вечер, уважаемые телезрители! Мы начинаем работать в прямом эфире в рамках вечера на Думской. С 18 до 21.00 обсуждаем самые главные темы. Конечно же поговорим о пожаре, который состоялся в субботу в Доме Руссова, о последствиях, о причинах этого пожара. Будем разговаривать с экспертами. Ну и поговорим в конце вечера о референдуме в Испании, в Каталонии конкретно. Все это будет в ближайших три часа. Для вас, судей, работает Елена Еремеева. Никита Тарула, прямо сейчас будем обсуждать, почему загорелся Дом Руссова. В очередной раз поговорим об этом с журналистом Сергеем Дебровым на студии. Сергей, приветствуем вас. Здравствуйте. Напоминаю телезрителям, что у нас работает голосование, которое сегодня звучит так. Пожар в Доме Руссова. Три варианта ответа. Это намеренный поджог, случайность или халатность мэрии. Оставляйте ваш вариант. Очень скоро подведем итог. Сереж, как вы считаете, все-таки это поджог? Я не думаю, что это умышленный поджог, потому что здание и без того же в таком состоянии, когда уже дальше же еще и нечего, и самое главное, заинтересованным лицам нет необходимости. А почему камеры тогда не работали именно в этот день? Это у нас как-то традиционно уже стало. 2 мая не работали камеры на облсовете. Перед пожаром Виктории тоже камеры перестали работать. Но я верю в совпадение, даже в таких ситуациях. После событий 2 мая особенно. Также, собирая всю информацию, упираемся в такую очень важную вещь, мысль о том, что его никто не охраняет, ни под каким контролем. Ну ладно, эти камеры сегодня работают, завтра нет. Нет живого присутствия, нет наблюдения человека, который, возможно, мог бы дать ответы. Это тоже определенная ситуация? Это абсолютно ожидаемая ситуация. Любое пространство, которое не заполнено жизнью, оно заполняется чем-то другим или приходит в полный упадок, как мы сейчас видим с домом Руссова. Для того, чтобы дом был в порядке, для того, чтобы машина ездила, для того, чтобы улица была ухоженная, нужно, чтобы в доме, на этой машине, на этой улице находились люди. Тогда да. Если этого не происходит, машина, стоящая в гараже, она загниет. Дом, вы видите, что происходит. Улицы брошенных городов, прекрасно знаем, во что они превращаются, очень быстро. Поэтому то, что происходит там, запустение и пожары, в общем-то, это ожидаемо. К сожалению, это происходит в памятнике архитектуры. Этого бы не произошло, если бы там была охрана? Вот физически стояли бы люди? Даже не охрана, если бы в этом доме были бы постоянные жильцы, например. Но о жильцах речи пока вообще не идет. Давайте искать... Это отдельный серьезный вопрос, который хотел бы обсудить. Весь город охранять не получится. Все здания в городе, ни полиции, ни муниципальной охраны не хватит. И здесь... Но это такая все-таки стратегически важная... Да, это знаковый, конечно, дом. Безусловно, это знаковый дом. Но, опять же, кто должен нести затраты на его охрану? Главный вопрос. Кто за это должен платить? Ну, муниципальная охрана чем-то занимается. Почему это не может делать КП, муниципальная охрана? Теоретически, если бы это было бы имущество города, было бы вполне логично, чтобы муниципальная охрана охраняла коммунальное имущество. Ну, считайте, что... Но до Евроэта не коммунальное имущество. Ну, почему же? В некотором смысле коммунальное, потому что стены принадлежат городу. Стены принадлежат городу. По закону четко сказано, что стены, несущие конструкции, крыши, подвалы, коммуникации являются совместной собственностью владельцев квартир в этом доме. Если там есть непривасированные квартиры, то в этой части отъезжает и собственность города. А все остальное это в долях пропорциональных площадей этих квартир принадлежит жильцам. Печаль наша в том, что жильцы имеют возможность, даже не скажу право, имеют возможность не следить за своим имуществом, которое является национальным достоянием памяти, архитектуры по национальному значению, какого бы ни было значения. Они могут себе позволить за ним не следить. Что и делают владельцы большинства квартир в этом доме. С какими целями, почему, это другой вопрос. Но у нас нет механизмов, как заставить владельцев, кто бы то ни был, коммунальные, или частные, или государственные, заставить следить за этим имуществом. Это больной процесс, через него прошли Прибалтики, например, заставляя, физически буквально, заставляя людей быть владельцами своего имущества и о нем заботиться. Там это практически в принудительном порядке. Да, и в таком случае, какая судьба? Если невозможно в наших условиях заставить человека следить за ним, либо, возможно, он действительно не хочет это делать по каким-то своим личным убеждениям. Судьба этого здания в результате какая? Давайте я приведу пример, как это может произойти у нас, единственный вариант, и как это могло бы произойти в цивилизованности. У нас нет механизмов управления таким совместным мощством. Его нет. Достаточно одному же лицу сказать, я не хочу, ничто заставить его не может, несмотря на то, что это памятник. Выход один, чтобы у всех квартир в этом доме был один владелец. Одно время одночасное лицо, известное всем, пыталось выкупить все квартиры, все квартиры выкупить у него не получилось. 40 из 56. И с этим, из оставшихся квартир, он не имел юридических полных прав на это помещение. Кроме того, у него на это здание были свои виды, которые сходили с видами Министерства культуры, части охраны, наследия и так далее. И поэтому он подумал и решил, что оно ему не надо. И поэтому сейчас получается такая завершая ситуация. Теоретически, с нынешним состоянием городских финансов, можно было подумать о том, чтобы выкупить эти квартиры в коммунальную собственность. Чтобы они стали собственностью города, тогда можно будет говорить о том, что это собственность его города. Для этого нужна нормальная, реальная оценка стоимости этой недвижимости, реально объективная. Чтобы это было честно, чтобы это было прозоро, как говорится. И тогда, когда появится один владелец, который сможет один-единственный принимать решение в отношении этого дома, с учетом всех ограничений законных и так далее, тогда может что-то получиться. Без этого вряд ли в законном порядке что-то с этим домом получится. Как это могло бы происходить? В многих странах существует порядок, в котором владельцы такого квартирного дома в обязательном порядке должны создать юрлицо. Решения, которые отвечают за этот дом полностью, они являются, условно говоря, учредителями этого юрлица. И решение этого юрлица и обязательства, которые на него накладывают автоматически, возлагаются на всех жильцов. И если нужно для того, чтобы восстановить этот дом миллион долларов, значит этот миллион долларов должен распределиться на всех этих 50 жильцов. И извольте, выложить по 20 тысяч долларов за ремонт. А если кто-то не может, ради бога, он продает это имущество, потому что это становится его долгом. Да, безусловно, это дорого для, безусловно, может быть, как это кажется несправедливым, но жить в центре города, в памятнике архитектуры, это дорого. Это дорого, чем жить в девятиэтажке на окраине. И разница здесь должна быть вполне серьезная и вполне ощутимая. В центре города, если хочешь себе позволить жить, изволь за это удовольствие платить. В центре города, в таком здании, как это. Если у тебя нет возможности, то значит нужно это здание продавать. Тому, кто хочет иметь квартиру в этом доме или офис в этом доме, и кто может за это выложить большие деньги. И здесь вариантов «не хочу, не буду», тут вариантов нет. Решение такого верлица является обязательным, и заставить его исполнить можно вплоть до исполнительной службы, вплоть до того, что забрать эту квартиру и продать ее с молотка. У нас таких механизмов нет. И поэтому у нас чаще дома, памятники разрушаются, чем вовремя и нормально продаются тем людям, тем предприятиям, которые могут содержать. И поэтому мы видим то, что происходит с центром города, это прямое следствие. Тот факт, что пожар случился в день визита Михаила Саакашвили, впервые после того, как его лишили украинского гражданства, ну такое политически важное событие на самом деле. Ну вот это происходит, приходят туда на место Михаила Саакашвили, там оказываются народные депутаты, в частности Алексей Гончаренко. Ну понятно, да, что кто-то действительно мимо проходил, там мы и мэра увидели, что не очень характерно. Но есть какой-то политический окрас у всего происходящего? Безусловно, здание очень знаковое. Все, что происходит с этим зданием, оно знаковым является и для города, однозначно. Тут, несомненно, учитывая, сколько лет эта проблема стоит, где находится этот город, каким он символом для многих стал, сколько обещаний далось по этому поводу. Но он является знаковым и для всей страны, потому что, собственно, это отражение общей ситуации в государстве, как я уже говорил, в законодательном поле в первую очередь. И, конечно, это, не знаю, это был подарок судьбы для каких-то политиков и большая неприятность для других. Или там действительно мог быть ум и все много. Что они думают по этому поводу? Давайте прямо сейчас послушаем комментарий народного депутата Алексея Гончаренко. Он у нас есть. Давайте посмотрим и вернемся к обсуждению. Необходимо системное решение по дому Русова. Я, со своей стороны, как народный депутат, сделал депутатские запросы и обращения на эту тему. И в ближайшее время они будут вынесены, в том числе на сессии Верховной Рады прозвучат. Та юридическая коллизия, которая есть, когда квартиры, большая часть квартир принадлежит одним лицам, которые хотят его реконструировать, но этот проект не согласовывается. И проект вызывает большие вопросы у общественности и у городских властей. Приводит к тому, что это здание только стоит, ухудшается, ухудшается, ухудшается. Да, ну к тому, что здание ухудшается, это действительно видно невооруженным глазом. Видно, что нет человека, который за ним следит или не хочет это делать целенаправленно. Слышали комментарии мэра города. Геннадий Труханов говорит о том, что за последнее время, с декабря месяца, полтора миллиона потрачено на ремонт кровли, еще на какие-то ремонтные работы. И вот сейчас на ближайшие сессии Детского городского совета будет рассматриваться вопрос взятия кредита в 1 миллиард гривен. Из них 60 миллионов планируют выделить на реставрацию здания дома Руссова. Выделяет город, платить за это будет город. Однако основным собственником является другой человек. Вот какая-то непонятка, зачем это делать? Ситуация, смотрите, она с одной стороны абсолютно незаконная, по большому счету. Городской совет выделяет астрономические деньги на то, чтобы улучшить частную собственность конкретных людей. По сути, это воровство этими владельцами этих помещений. Ну, не воровство, а присвоение денег всех одесситов, чтобы у них был дом красивый, чтобы там были дорогие офисы, чтобы продать за большие деньги потом эту квартиру. С одной стороны. С другой стороны, да, это здание памятник архитектуры. И тут есть интерес государства и города в том, чтобы это здание сохранялось в первозданном виде, как объект культурного наследия, как памятник архитектуры, находящийся в самом сердце города Одесса. Опять же, это та ситуация, когда нужно балансировать интересы частных лиц, интересы государства. Все древние старинные европейские города, например, Прага, Барселона сейчас, на слуху, которая, она вся состоит из таких же памятников. И везде эти вопросы решены. Кое-где это решается в виде принудительного со стороны государства проведения политики за счет владельцев этого здания, жильцов в том числе этого здания. Не нравится, пожалуйста, переселяйтесь, продавайте тому, отдавайте бесплатно, отдавайте с доплатой тому, кто это может. В нашем случае это нет политической воли на это. Это тот вопрос, который депутатов особо не беспокоит. Тут нужны изменения на уровне гражданского кодекса, на уровне законов базовых. В каких-то странах долевое участие есть. Государство частично финансирует, условно говоря, делая нужный государству красивый фасад, и частично принуждает граждан. Так уже областной совет вмешивался в 2009 году после серии пожаров в доме Руссова. Уже были выделены деньги из областного бюджета на то, чтобы там провести какие-то работы. То есть, в принципе, государство тоже не безучастное. Это были работы по консервации, по замораживанию. Опять же, возможно, это часть работ, которая направлена не на улучшение имущества, физлиц или юрлиц частных, а на сохранение памятников. Возможно. Но в любом случае у нас таких механизмов нет. Захотели из городского бюджета отремонтировать вот этот дом, а не тот дом? Ну, отремонтировали. Владелец не хочет участвовать в содержании своего дома. Это, пожалуйста, никто его заставить не может. И вот это печально. Так, а чем помогут депутаты народные, которые говорят, мы там с трибуны Верховной Рады озвучим проблему, депутатские обращения и прочее? Это действенный механизм? Ну, чтобы получить разово государственный грант на то, что привести в чувство, да. Но, опять же, это частная собственность, которая теперь уже не за городской бюджет и не за городской бюджет, а теперь уже за государственный бюджет это будет делать. Ну, у нас есть статья Конституции, которая очень такая содержательная. Она состоит из двух слов. Собственность обязывает. А вот к чему обязывает собственность? К кого обязывает собственность? И что? Наполнения этого нет. И пока этого не будет, мы будем иметь такую ситуацию, когда есть собственники, и есть те, которые эту собственность поддерживают. Собственность обязывает и одних, и других, но одних как-то на небольшие суммы, а других на вполне конкретные десятки миллионов. Ну, то есть, согласно законодательной базе, очень трудно призвать инвестора, да, который выкупил большинство квартир в этом доме, сделать что-то, чтобы вот не происходило то, что происходит. Ну, вот тут у меня как раз мой любимый универсальный ответ, потому что могут себе позволить. Если завтра этот дом рассыпется, никто за это, из владельцев ответственности не понесет. За то, что памятник архитектуры, которым они владеют, не сохранился, не понесет. Никакой вообще. Поэтому они могут себе позволить доводить его до упадка. Более того, им после этого еще останется земельный участок, и вообще все будет хорошо. Говорить в этой ситуации о государственной политике сохранения памятников, при том, что никто не несет ответственность за финансовое, юридическое, уголовное, не знаю, за его сохранность, тут даже говорить не о чем. Есть только декларации, есть только слова, а закон, который не подтвержден санкциями за его неисполнение, это не закон, это пустой звук. Что мы видим в ситуации. Это как с наличием двух паспортов. Да. Давайте присоединим к нашей беседе гражданского активиста. Юрий Никитин у нас на телефонной связи. Добрый вечер. Добрый вечер. Юрий, вы уже дали оценку происходящему в субботу в доме Русова, и какие выводы сделали? Понимаете, дело в том, что ведь на протяжении многих лет ничего же не меняется, да? Это не первый пожар, и как бы, ну какая разница, он случайный или это поджог, он не первый. Никто никаких выводов из этого не сделал, никто никаких мер не пытается предпринимать. Я даже не знаю, мы целенаправленно идем к тому, что этот дом исчезнет, и на его месте появится тот или иной какой-нибудь... Да, по-вашему, чей это интерес? Кому вот такой результат будет наиболее выгоден? Давайте немножечко по-другому поставим вопрос. А кому вообще выгодно сохранение памятников культурного наследия? Одесситам, так? Ну, Одесситам так, но Одесситы же не готовы их выкупать, делать траст какой-то, их выкупать и сохранять. Городу это интересно? Нет, городу не интересно, город же не сохраняет. И страна не сохраняет, вот что ужасно, понимаете? Юрий, а все-таки выход или не выход пойти на уступки инвестору и, собственно, позволить ему делать то, что он хочет делать с домом Руссова, при этом мы получим, ну, хотя бы какой-то внешний вид. А у меня вопрос, а кто должен пойти на уступки инвестору? Город уже давно пошел, страна тоже уже давно пошла. Кто должен пойти еще ему на уступки? Ну, судя по этому проекту реконструкции, реставрации, еще не очень понятно, как это все на самом деле будет выглядеть. Там не до конца учтены интересы инвестора. Именно этим и объясняют тот факт, что никаких работ не проводится. Ну и кроме того, там еще должен быть определенный механизм до того, как этот проект можно внедрять в жизнь, например, общественное слушание. Нам ведь никто не дал обещание, что этот дом будет восстановлен в аутентичном виде. То есть, на самом деле, я понимаю, что там идут определенного рода торги. Вот, собственно, и все. Вот, собственно, и все. Значит, по-вашему, и общественности, и всем заинтересованным лицам, которые за этим наблюдают, остается лишь наблюдать и ждать результатов этих торгов, и уже по факту смотреть, что произойдет и с домом, ну и, собственно, как это будет двигаться. Я такого не сказал. Это ваше предположение. Но вы говорите о том, что ведутся торги. Я думаю, что одесситы должны, вообще говоря, активизироваться и потребовать сохранения этого дома, да не только этого дома. Слушайте, Юрий, а у кого получилось, на примере какого дома, получилось у одесситов активизироваться и сохранить его? Что-что-что? Вы говорите о том, что следовало бы одесситам активизироваться и выступить в защиту такой архитектурной ценности. Так? Следовало бы. Да, получилось бы у нас это сейчас? Ну вот вопрос. Ну, я думаю, что могло бы и получиться. Да, спасибо вам. Услышали, Юрий Никитин, гражданский активист на телефонной связи, был на телефонной связи в студию у нас, Сергей Дебров. Ну вот вы кивали в момент, когда Юрий сказал о том, что сейчас идет какой-то переговорный процесс. Опять же, переговорный процесс между мэрией, очевидно, да, какими-то ключевыми там лицами, возможно, даже самим городским головой и застройщиком, инвестором. Я думаю, что предметом этих переговоров являются те дивиденды, в первую очередь политические, которые может получить, и потери, которые может получить городская власть от того или иного варианта развития событий. Потому что снос этого дома, исчезновение этого дома, это будет мощнейший удар по политическому руководству города. Вот не уберегли. Уберегали столько лет при предыдущих мэрах, оно приходило в разруку, но ведь стояло же все-таки. А вы не уберегли, это будет серьезная потеря. Реконструкция, которая не может быть применена к памятнику архитектуры, только реставрация. Реконструкция с появлением тех фантазий, которые реализации тех фантазий архитекторов, которые было, тоже будет политический удар. Тут придется потрудиться, доказать, что это не потеря, а приобретение для города. — Любой лишний этаж — это уже реконструкция. — Безусловно, да. — А те настройки, которые там были... — Это хотя бы один, если не пять лишних этажей. — Там были грандиозные планы, конечно, которые меняли облик не только этого дома, но и всего этого района. Тут придется трудиться, придется доказывать, что цены зрада, а перемога, что на самом деле город приобрел гораздо больше. Да, мы здание сохранили, но не очень. И вот тут тоже включается финансовый интерес инвестора. И вот эти торги, собственно, и продолжаются. Я думаю, что они в первую очередь политические. А именно, как представить ситуацию, чтобы и волки были сыты, и политические овцы были сыты при этом. — А на ваш взгляд, вот уже завершая свою беседу, могут ли каким-то образом принять участие в этих торгах общественники? Ну, я не имею в виду нечестных. Ну, где-то перевесить на сторону справедливости, давайте так вот ставить вопрос. — Я думаю, что до того, как не будут все вопросы, законодательные вопросы, касающиеся права собственности, регулированы, здесь мнение общественников, которое теоретически может повлиять на политические дивиденды, оно все-таки не будет решающим. То есть влиять нужно. Лопаетесью скалой, как-то кажется, но все равно проблема лежит гораздо глубже и совсем в другой плоскости. Государство должно уметь заставить собственников заботиться и тратить деньги на свою собственность. Тогда что-то будет получаться. — Ну, очередной раз мы к этому тезису возвращаемся. Нужно начинать с себя. Спасибо вам большое. — Спасибо. Сергей Дебров, журналист, был у нас в гостях. Сейчас прерываемся на небольшую паузу и поговорим на эту же тему с депутатом Одесского городского совета. — Дождитесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова